Добрый день! Я преподаватель кафедры технологии лёгкой промышленности и дизайна Казахского университета технологии и бизнеса Сагентаева Шаудея Алькеновна. Я и представляю вашему вниманию лекцию по дисциплине элементы процесса графического дизайна. Тема лекции у нас создание бренда. Определение бренда. Бренд имеет объективный и субъективный подход. Бренд – это название, термин, символ или дизайн, обозначающий определенный вид товара или услуги отдельно взятого производителя и выделяющие его среди товаров и услуг других производителей. Субъективный подход – это бренд, это образ торговой марки в индивидуальном сознании, определяющий покупательский выбор конкретным рядом. Зачем компании нужен бренд? Условия, в которых компании необходимо создавать бренд. 1. Рынок характеризуется жесткой конкуренцией. 2. Динамика развития рынка должна быть значительной. 3. Материальное благополучие общества. 4. Уверенность потребителя в качестве большинства товаров и услуг в одной ценовой категории и переход к эмоциональному восприятию товара или услуги. 5. Структура бренда. Бренд – материальная часть и имеет нематериальную часть. Материальная часть – это сам продукт, название, марка, описание, выгодное. 6. Нематериальная часть – это известность, доверие, психологическое вознаграждение, добавленная стоимость. 7. Структура бренда. 7. Имидж бренда – 7-минутное впечатление о бренде, которое при правильном использовании может превратиться в его суть. 8. Термин был предложен в 50-х годах классиком рекламного жанра Дэвидом Огельвил. 8. Структура бренда. 9. Имя. 10. Почему важно дать правильное название бренду? 11. Это один из самых первых контактов продукта с потребителем. С него начинается процесс покупки. 12. Название бренда – это то, что потребители сообщают другим потенциальным потребителям. 13. Это правильное выбранное название побуждает к покупке и вызывает положительные ассоциации. 14. Удачное название будет всегда приходить на ум потребителю, когда ему захочется воспользоваться продукцией. 15. Пятое название – это постоянный агент по продажам, который работает 24 часа в сутки. 15. Структура бренда. 16. Имя. 16. Основные категории имен. 17. Описательные – это суть бизнеса или продукта. 17. Выдуманные имена собственные или ассоциативные словосочетания. 18. Основные – на опыте. 18. Отличительные. 19. Структура бренда. 20. Графическое воплощение. 21. Графическое воплощение – это стиль бренда. 21. Сюда входит упаковка, цвет, в цвете один или несколько сочетаний, шрифт, логотип. 21. Основные функции графического воплощения бренда – это стиль бренда. 22. Что входит в стиль бренда? 23. В лице упаковки, фирменной маркировки, ну и так далее. 24. Является перевешенным продавцом товара. 25. Выступает своего рода навигатором, позволяющим потребителю распознать исковый товар среди множества аналогичных на полке магазина. 25. Структура бренда. 26. Ценности и преимущества. 27. Типы преимуществ. 27. Первое – функциональные. 28. Второе – социальные. 29. Третье – эмоциональные. 29. Идеальным маркетинговым решением считается сочетание всех трех типов преимущества. 30. Но на практике это редко встречается. 31. Брендинг. Это процесс создания бренда и управления им. 31. Брендинг может включать в себя усиление, репозицирование, обновление и изменение стадии развития бренда и его углубления. 31. Типы бренда. 32. Западная модель. 33. Западная модель – это теория свободно стоящих брендов. 34. Виды брендов западной модели. 35. Это родственные бренды и индивидуальные бренды. 35. Преимущества западной модели. 36. Из года в год формируется лояльность покупателей к бренду. 36. Второе – повышается уровень узнаваемости. 37. Основная задача – это построение образа названий, отличающих один товар от другого. 37. Типы брендинга – японская модель. 38. Японская модель – это система подбрендов. 39. Важнейшую роль играет название компании, гарантирующее качество. 40. Оно выступает зонтиком для подбрендов, которые разделяют товарные линии. 41. Основная ценность для японской компании – корпоративный имидж. 41. А не имидж отдельных брендов. 42. Типы брендинга. 42. Отличие модели. 43. Срок жизни бренда. 44. Запад. 45. Долгосрочные инвестиции. 45. Бренды живут десятки лет. 45. На Востоке подбренд существует, пока товар остается конкурентоспособным. 46. Часто запускаются новые подбренды. 46. Прибыль от каждого конкретного бренда. 47. На Западе бренд может стать дойной коровой для компании. 48. На Востоке же качество дойной коровой вступает имидж корпорации. 49. Степень риска при запуске нового бренда. 49. На Западе это низкое, так как неудачный запуск одного бренда не скажется на общем состоянии компании и других ее брендов. 49. На Востоке же высокий и неудачный запуск одного подбренда может привести к краху всей корпорации. 49. Цена выгода нового бренда. 50. Запад очень высокий. 50. Все начинается с нуля. 50. На Востоке же низкое подбренда. 51. Выводится под прикрытием корпоративного бренда. 51. Схема создания и развития бренда. 52. Этапы создания бренда. 53. Позицирование. 54. Позицирование – это место, которое бренд занимает в сознании потребителя. 55. Основные правила позицирования бренда. 55. Позицирование должно быть уникальным, узнаваемым. 55. Позицирование должно быть соответствовать явным и скрытым нуждам целевых потребителей. 56. Позицирование должно быть подкреплено реальными фактами. 57. Позицирование бренда должно быть неизменным во всех элементах. 58. Этапы создания бренда. 58. Основные элементы стратегии. 58. Кто является целевой аудиторией. 59. Какое общение следует сделать целевой аудиторией. 59. Какое доказательство нужно привести, чтобы показать ценность этого общения. 59. Какое конечное впечатление следует оставить. 59. Этапы создания бренда. 60. Формирование идеи. 60. Изучение конкурентов. 60. Формирование идеи бренда. 51. Тебе возможно идти неgli? 59. Изучениеopathа защищение следует passa в лицову. 60. С ¡ğяbal, Девченко! 59. Изучение следует особая уроки. 60. Изучение следует сам featuresver of thevens network com